Вы наверняка слышали песню Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Насколько это успешная стратегия или нет, и вообще об изменениях по необходимости. Прямо сейчас мы, собственно, и услышим. Итак, поехали, собственно. Ура, ура! Андрей, Андрей Астанин. Андрей, вам слово. Я знаю, сейчас как в метро на Белорусской часть народу из вагона вышла. Вот очень похоже. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Андрей Астанин. Я с вами хочу поговорить сегодня про изменения. У меня для вас есть хорошие новости. И вы знаете, это не отмена виз, не нефть по 100 долларов, и не то, что у нас появится чемпионат мира скоро по футболу, он следующий. А новость хорошая в том, что все очень быстро меняется. И завтра будет совсем не таким, как вчера, оно будет интересным, сложным, увлекательным. И очень важно, почему я могу говорить об этом. Кто я, Андрей Астанин? Так случилось, что я из бизнеса, я по-прежнему работаю в бизнесе, и то, что я провожу какие-то обучающие программы, сейчас является моим хобби. У меня в бэкграунде компания, с которыми вы точно знакомы, это как минимум Евросеть, и сейчас последние 10 лет я работаю на рынке девелопмента. Это группа «Эталон», это шестая строительная компания России, и группа «Самолет», сейчас это седьмая строительная компания в России. Дело в том, что меня зовут тогда, когда все сложно или все меняется. Когда все хорошо, работают другие люди, а когда происходят изменения, прихожу я. Поэтому про изменения я кое-что знаю, и знаю не из теории, а из жизни, вот этими руками я их провожу. И сегодня хочу как раз с вами этим поделиться. И в связи с этим у меня для вас есть и плохие новости. Дело в том, что будущее есть не у всех. И части из нас, я не говорю из вас, части из нас этого будущего нет. Ну, в качестве доказательств. Вот эти компании когда-то были лидерами, лидерами рынка, своего рынка. Сейчас их либо нету, либо они занимают абсолютно незначимую долю. Пожалуйста, вот российские компании. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему их больше нет? В нужный момент приняли неправильное решение? Не изменились, не адаптировались? Еще варианты? Отлично. Государство, да. Мое мнение, что они просто не заметили тренды. Тренды, которые происходили. В итоге они не изменились, не обучались, не адаптировались. Они просто не заметили тренды. И здесь логично задать вопрос самого себе. А есть ли у меня будущее? Ответ очень простой. Я современные тренды вижу или нет? И сейчас я хочу предложить вам немного поработать и немножко поиграть с самим собой и пройти небольшой тест. В качестве теста мы будем использовать классический пест-анализ. Пест-анализ — это когда мы изучаем внешние факторы, делим их на несколько частей. В классическом песте — это политические факторы, экономические, технологические и социокультурные, общественные социокультурные. И здесь сейчас я предложу вам тест, с помощью которого вы можете понять, а как у меня с анализом трендов. Все, что вам нужно сделать, это про себя. Даже не надо будет ни с кем общаться, никого трогать, просто сам с собой ответить себе на 15 вопросов. Если у вас ответ положительный, просто загибайте пальцы. Всего 15 вопросов, поэтому когда кончатся все 10, начинайте снова. Чем больше ответов, тем, соответственно, вы больше трендам соответствуете. Давайте попробуем. Итак, первый вопрос. У вас остановлен одновременно на телефоне и WhatsApp, и Telegram? Если да, загибайте руку. Палец. Вы знаете, что означает обозначение FB, Insta, Inst и VC? Ну, пока легкие вопросы идут. Отлично. Вы снимаете и распространяете видеоролики о своем продукте или о компании? Вы находите клиента в социальных сетях? Вы хотя бы раз обучались в онлайн? Вы хотя бы раз использовали Airbnb? Вы пробовали каршеринг? Обычно в менее подготовленной аудитории, чем ваша. Я говорю, что это не наркотики, но мне кажется, что здесь люди понимают, что такое каршеринг. Вы платите полторы цены за настоящие экологические продукты и точно знаете, что именно вы покупаете именно настоящие экологические продукты. У вас есть сотрудник, который не работает в офисе, и вы ни разу в жизни не видели его жильевьем. Вы хотя бы раз использовали каворкинг? Вы не понимаете, как управлять 25-летними сотрудниками? Если вам 25 лет, вы не понимаете, что мы от вас хотим? Вы производите оплату, прикладываете телефон к терминалу? Вы можете объяснить, что такое блокчейн? Вот нормально, да, уже пошло? Спасибо. Вы знаете, зачем нужна сквозная аналитика? Вы не удивляетесь, когда Фейсбук показывает вам то, о чем вы только подумали. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого 15. Ну, честно. Раз, рука. Ага. Обычно в зале, ну, аплодисменты, пожалуйста, он молодой человек, у него 15. Он, ну, прямо в трендах живет. Возможно, даже их опережает. Ребят, поднимите руку, у кого меньше 10. Ну, честно. Теперь, что с этим делать? Вы знаете, а вообще в этом нет ничего страшного. Дело в том, что я прошелся по части тренда, в основном технологическими, немножко затронул социокультурные, и, возможно, вы где-то не в них. И здесь обычно поднимается рука, обычно девушка, она говорит, Андрей, что значит, что у меня нет будущего, у меня всего 6. Возможно, именно у вас есть будущее, но оно может быть другим. Оно вне рамках современного поля, который идет вперед. Если вы работаете в профессии, где это крайне необходимо, быть в трендах, ребят, то тогда вам нужно быть. Если вы не работаете там, то вам там быть не обязательно. Я уверен, что у вас есть друзья, которые точно наберут здесь балла 3, но при этом очень часто они выглядят очень счастливыми. Возможно, потому что этого они не знают. Тогда, честно, может, это тоже путь. И здесь нужно выбрать. Ты хочешь быть в будущем и быть в современном мире, или ты хочешь быть в будущем и, наоборот, вне современного мира. И тогда принять какое-то решение. Мы с вами живем в УКО-мире. Очень разные названия есть. Я называю УКО-мир как стрессовый мир, где все неопределенно, и нам с вами нужно принимать огромное количество информации, обрабатывать ее и потом принимать решения. Чтобы с этим что-то сделать, нужно работать пораньше. Если раньше нам нужно было просто много работать, много учиться, и тогда был результат, то я сейчас считаю этого абсолютно недостаточно. И сейчас, на мой взгляд, современная стратегия состоит из следующих вещей. Ты должен делать одновременно, перекрестно четыре вещи. У тебя должна быть система, у тебя должны быть непрерывные изменения, при этом ты должен быть очень гибким и очень, я вот здесь написал слово «люди», человечным и обращающим внимание на человеческие слабости, на человека. Внутри себя, в том числе, и про твоих сотрудников. Расскажу вам немножко о своем видении каждого элемента. Итак, система. На мой взгляд, система должна состоять из этих элементов, будь то вы компания, будь то вы человек. У вас должны быть системы управления по целям, у вас должны быть бизнес-планирования, у вас должны быть KPI, у вас должны быть регулярные менеджеры, операционные деятельности, у вас даже могут быть регламенты, у вас точно появится бигдата. И вам здесь необходимо будет этим управлять. При этом я хочу привести пример, как это можно сделать не только для компании, но и для себя. Вот KPI. Обычно их используют для компании. У нас речь идет о выполнении планов продаж, о конверсии, об эффективности, о прибыли. Вот я сейчас измеряю более 60 KPI только в коммерческом департаменте для того, чтобы понять, что у меня происходит. А если мне нужно идти дальше, углубляюсь еще дальше. На регулярной основе более 60 KPI. При этом есть истории, когда KPI вы можете применять для себя или научить этому своих сотрудников. Таким образом вы их просто погружаете в бизнес-контекст и в бизнес-среду. Что это может быть? Ну, например, финансовый KPI, средний доход в месяц, средние затраты в месяц, пассивный доход, активы. Если говорим о здоровье и физическом состоянии, это может быть, сколько дней в месяц я занимаюсь спортом, сколько часов в неделю я занимаюсь спортом, сколько дней в месяц я болею, сколько раз могу потянуться, сколько километров пробежать. Немножко прагматично, но таким образом ты бизнес-технологии применяешь и к себе. Материальная цель — купить дом, квартиру, семья, друзья. Очень часто считается, что это какая-то область, где бизнес-технологии не всегда работают. Я с этим не соглашусь, потому что если ты ставишь себе KPI, я хочу, чтобы я ставлю себе KPI два раза в месяц дарить букет своей жене, она точно будет знать, что о ней заботишься, что тебе не все равно. Это точно лучше, чем ты этого делать не будешь. Да, ты делаешь это по чек-листу, по напоминанию, но ты это делаешь. Итак, семейный KPI. Сколько дней в месяц провожу с семьей? То есть сколько часов в неделю я провожу с ребенком? Сколько раз я звоню родителям в неделю? Те же самые цветы. Личностное и духовное развитие, ну или профессиональное развитие, сколько освоено новых технологий? Бизнес или карьера? Какая у меня среднемесячная выручка? Какое количество активных клиентов? По приобретению знаний и навыков очень важно, сколько я прошел обучений — это первое. Но более важно, что я стал применять нового? Сколько технологий новых стал применять? И еще очень важно, чему я научил и сколько раз я провел обучение? Потому что когда вы проводите обучение, вы в том числе учитесь сами. Обучать вы можете своих коллег, своих сотрудников или в конце концов дома своих родных и близких. Путешествий и отдых — количество дней в месяц, сколько я отдыхаю, количество путешествий, количество новых стран, сколько дней в месяц я занимаюсь своим хобби или сколько часов. Вот как можно использовать KPI. Следующая история — гибкость. Если бы мне год назад сказали, что я буду использовать элементы технологии Agile в работе, я бы смеялся, потому что я считал, что Agile для тех, кто не хочет работать для бездельников и те, кто хочет прикрываться какими-то красивыми словами, закрывая свою неэффективность. Но познакомившись с этой технологией, понял, что ее можно и нужно применять, в том числе в управлении продажами, но и для себя также можно это делать. Вот если мы будем говорить, в каких компаниях стоит внедрять Agile, то, вы знаете, я таких компаний не знаю. Очень редко вот этот вот слайд показывают. Очень редко. То есть это компании, в которых и культура творчества, и культура согласия, и культура успеха, и культура правил, и культура силы, и культура принадлежности. Я вот таких компаний не знаю, но честно. Но элементы точно можно вытащить. Наверное, я не буду рассказывать вам про теорию Agile. Возможно, вы мне точно можете рассказать это лучше, чем я. Я лучше расскажу, что вы можете применить в компании, в любой компании, и в том числе для себя лично, из технологии Agile. Что применяю я? Например, я управляю сейчас коммерческим подразделением. До этого у меня было около 500 человек, сейчас меньше. Но с помощью элементов Agile я точно управлял этим менее затратно, чем другие, используя до этого другие технологии классические. Что вы можете сделать? Первое. Создайте список задач, которые вам нужно реализовывать. Прямо списком. Вы можете использовать Excel. Я сейчас использую Trello. Это простейший инструмент. Создали список задач. Второе. Выбирайте себе... Ну, второе. Ведите учет этих задач либо в Trello, либо в Excel. Второе. Выбирайте себе список задач на какой-то период времени. Я выбрал для себя месяц. Как в жизни, так и на работе. На месяц определяю, что я буду из этого огромного списка. Он может быть ранжировано по темам. Использовать в своей работе. Вот что я буду делать в ближайший месяц. Составил, получили спринт. И через месяц посмотрел, что ты сделал, что ты не сделал. И снова из бэклога, из этого большого списка набрал себе задач. Простейшие действия. Но казалось, что и людям так понятно, что нужно делать. Что от них хотят. И тебе понятно. И ты занимаешься планированием. И очень гибко. Потому что зачастую... Ну вот у меня получается, что процентов 20 задач реально уже через месяц мы понимаем, что делать не нужно. Жизнь ушла вперед. Причем я работаю на очень консервативном строительном рынке. Уверен, что на других рынках, более быстрых, это происходит еще быстрее. Теперь про людей. Давайте я расскажу одну историю. В одной компании я внедрял изменения. Это был 2009 год. Рынок девелопмент в этот момент просто перевернулся. Он был раньше рынком продавца, где клиенты стояли в очереди. И продавец просто, ну, по сути, выбирал, кому продать или кому не продать. Тут все перевернулось. Стал рынком покупателя. И нужно было как-то работать по-новому. И меня пригласили в одну очень крутую компанию в Санкт-Петербурге. Говорит, давай, Андрей, сделай нам нормальный отдел продаж. Построй нам системные продажи. Я говорю, окей, давайте выберем большую цель. Говорит, отлично. И мы выбрали цель. Быть лучшим подразделением продаж на рынке. Вот лучше всех. Разработали критерии, по которым это проверялось. И пошли в путь. Год мы работали. И через год мы решили провести стратегическую сессию, потому что понимали, что достаточно тяжело идем. И позвали туда всех сотрудников коммерческого департамента. Их было 50 человек. И мудрый тренер, спасибо ему большое, задал вопрос. Скажите, пожалуйста, какая самая главная цель... Обращаю внимание, мы год работали над этим. Какая самая главная цель стоит перед вашим подразделением на этот год? Как вы думаете, какое количество людей ответило стать лучшей продающей командой на рынке? Ну, сколько человек из 50? Три. Пара. Вы абсолютно правы. Два человека знали об этой задаче. Он задал второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а что будет лично вам, если вы эту задачу не выполните? Что люди ответили? Ничего. Только один человек сказал, я покраснею. И тогда я понял, что люди крайне нужны в изменениях. Но если про них забыть, если с ними не работать, то изменений никаких не будет. И в этот момент мы стали с ними работать. Что мы делали? Мы дали людям ответы на пять вопросов. Первое. Зачем нашей компании это нужно? Потому что, ну, представьте, люди работают, они не видят зачастую изменений. Они не понимают, что происходит в мире. Они не слушают бизнес-ФМ. Они не ходят на конференцию Битрикс. У них все хорошо. У них ничего не меняется. У них в компании ничего не меняется. Тут кто-то приходит и говорит, надо что делать по-другому. Первое, что нужно сделать, это объяснить, зачем нашей компании это нужно. Как это можно сделать? Используйте инструмент, который называется стратегическая сессия. Я сторонник того, чтобы на стратегическую сессию приглашали всех сотрудников. Всех сотрудников. Чтобы каждый понимал, что происходит с компанией. И там должен быть блок. Когда сотрудник компании, не какой-то внешний человек, рассказывает, что сейчас происходит на рынке. Где наша компания? И какие риски и возможности у нас есть? Второе, зачем лично мне это нужно? Вот здесь, конечно, эту историю нужно продавать. Потому что сотрудник скажет, ну хорошо, компании, мне все понятно, но у меня-то все хорошо. Вы мне зарплату платите вовремя? Со мной точно нет проблемы. Это вот с ними проблема. С логистами, с продавцами, с финансистами. Но только не со мной. И здесь также можно сделать личную стратегическую сессию для сотрудника и показать ему, как для него важно в будущем быть актуальным. Как ему тоже важно меняться для того, чтобы в следующем мире существовать. Третий вопрос, что именно нужно делать по-новому. Здесь речь идет о том, что мы должны сотрудникам объяснить, что именно мы от них хотим. Как именно они должны работать по-новому. И здесь, если необходимо, нам потребуется организация процесса. Как это все будет организовано? Что конкретно мы будем делать? И здесь точно придется применять какие-то инструментарии. Либо управление по целям, либо agile. Но этот процесс должен быть организован. Четвертый вопрос. Как начать работать по-новому? А здесь придется учиться, придется учиться, придется учить людей. Потому что если вы хотите, чтобы они сделали что-то другим способом, им их этому придется научить. Не обязательно покупать каких-то дорогих тренеров. Возможно, вы внутри можете найти эти ресурсы, чтобы обучить сотрудников. Как нам будет в этом процессе? Дело в том, что этот вопрос точно у них возникнет, потому что изменения все воспринимают крайне негативно. Даже если ты придумал крутую систему мотивации, чтобы лучшие зарабатывали лучше, больше, пришел ребятам об этом рассказать, они воспримут это зачастую в штыки. И здесь очень важно создавать правильную среду. Я не хочу сказать комфортную, но безопасную для людей. И нужно придумывать какие-то эмоциональные вещи, которые будут людей поддерживать. Что это может быть? Опять же скажу пример из реальной практики. Мы все работаем в режиме дефицита ресурсов на мотивацию сотрудников. Все коммерческие затраты сейчас экономят. Передо мной на предыдущем месте работы стояла очень интересная задача. Мы готовили компанию к продаже. Нам нужно было получить кратно другие результаты по эффективности. Для этого нужно было много сделать. Мы сформировали около ста проектов развития, которые одновременно реализовывали. И мне нужно было людей, которые до этого ничего не делали, замотивировать это делать. Денег у меня не было, чтобы заплатить им. И мы приняли решение, что мы замотивируем людей эмоционально. И мы пообещали им, что когда мы сделаем первые 20 проектов, они получат впечатление, которых у них никогда не было в жизни. Как вы думаете, что мы с ними сделали? Обычно, говорят, сбросили с парашютом. Какие варианты? Дали еще больше проекта. Спасибо большое. Это самый лучший ответ, который я когда-либо слышал. Еще варианты. Но это они сами забрали потом. Вы знаете, мы всех отправили в Большой театр. На оперу. Из 25 человек, только один человек там был до этого. Некоторые, ну, там, к нашему HR-директору подошла девушка в конце, в слезах, и сказала, вы знаете, когда я шла сюда, я думала, какая-то хрень. Как в школе нас в театр отправили. А сейчас я поняла, что это самое сильное впечатление в моей жизни. Спасибо вам большое. И вот такие... Да, это стоило денег. Ну, кто знает, сколько стоят билеты в Большой театр, особенно, когда тебе нужно 25, те понимают, что это точно не дешево. Но, по крайней мере, после этого мы те 100 оставшихся проектов доделали. И вот такими вещами точно можно людей мотивировать, вызывая у них сильные эмоции. Вот пять ответов на вопросы людей, которые возникают у них в процессе изменений, и что нужно на это отвечать. Следующая история про непрерывность изменений. Цикл изменений. Вот он такой. Любые изменения проходят по этому циклу. Сначала у нас шок, потом отторжение, потом мы потихонечку через гнев и торги переходим в депрессию, и только потом начинаем оттуда выходить и переходим в принятие. И нам нужно, конечно, помогать эти истории проходить. При этом, когда мы говорим о изменении компании, конечно, нужно сначала научиться изменять себя. Я сегодня хочу вам дать инструменты, которые касаются изменения себя, что вы можете сделать с собой, как вы можете себя изменить. И мы поговорим немножко об изменении привычек. Ну вот возьмем какую-то привычку, которая вам не нравится. Как вы можете ее изменить? Вот у меня была привычка. Я на работе эмоционально выражал свои эмоции, когда люди работали плохо. Ну, как я считал. Может, есть такие здесь, как я? Есть? О, спасибо, да, ребят. Я не один, спасибо. Но я понимал, что это неконструктивно, неэффективно и точно не способствует повышению производительности, командности и так далее. Я понял, что с этим нужно что-то делать. В итоге мне повезло, меня этому научили. Я хочу, чтобы вы тоже этой техникой овладели. Она очень простая. И за две недели вы точно можете избавиться от любой привычки. Я единственный не смог избавиться от того, чтобы есть сладкое. Вот Стас Кокун и Ирина тут рассказывали, как это плохо. Но я пока не научился. Вот в этом мне не помогло, но в других вещах точно помогает. Итак, что у нас вызывает, как вообще работает привычка? Все достаточно просто. Когда мы сталкиваемся с каким-то стимулом, ну вот что-то, я сталкиваюсь с стимулом, когда человек, как мне кажется, плохо работает. Тут для меня это стимул. У нас возникает определенная реакция или последствия. И эти последствия у нас уже просто запрограммированы в нас. Какая у меня последствия? Я кричу, ругаюсь матом и просто не очень адекватно себя веду. И чтобы это исправить, нужно пройти через четыре шага. Пять шагов. Первое. Определить свой недостаток. Я кричу на людей, когда я считаю, что они плохо работают. Как это происходит? Ну, я кричу, ругаюсь матом и так далее, и так далее. Какие стимулы этому способствуют? Когда люди мне врут, когда люди совершают ошибки, когда люди не понимают, что им нужно делать, и так далее, и так далее. Какие последствия? Ну, у нас конфликт, люди лучше не начинают работать, и достаточно нам с этим тяжело дальше существовать. Какое поведение я в итоге хотел бы, чтобы было, когда возникает этот стимул? И дальше ты берешь и прописываешь. Я хотел бы научиться проговаривать свои эмоции. Блин, я сейчас реально расстроен тем, что происходит. Делать конструктивные предложения. Слушай, а давай ты предложишь, как нам теперь из этой ситуации выйти. И другие-другие способы. Чем больше их будет, новых способов, которым ты можешь выйти, тем лучше. И дальше ты делаешь очень простую работу. То есть это делается один раз. А дальше в течение двух недель. Ребята, поверьте, этого достаточно. Ты всего лишь вечером вспоминаешь. А. Был ли сегодня ситуация, когда у меня такой стимул мне пролетал? Ну, когда я вот с кем-то, кто-то там себя не так вел, и я в итоге эмоционировал. Был. Отлично. Разобрали эту ситуацию. Вспомнили. Итак, вот кто-то, мне показалось, меня обманул, и я в итоге реакцию необоснованную выдал. Отлично. Представьте стимул, который был. Отлично. Представили. А теперь поведите себя по-новому. Вот стимул прилетел. И представьте, что вы делаете что-то по-другому. И вы человеку прямо проговариваете. Слушай, а почему ты так себя повел? Например, уточнение ему делаете. Или почему ты так поступил? Что мне теперь с этим делать? То есть вы не типичную реакцию представляете, а представляете новую реакцию, которую вы хотели бы, чтобы у вас была. Вот техника. Вот так вы можете делать. Итак, первое, что вам нужно сделать, это разложить, как сейчас у вас происходит, и придумать, какие новые реакции вы можете сейчас себе сформировать. И дальше просто каждый вечер вы эту историю разбираете. Что еще вы можете сделать? Вы приняли решение поменяться. Приняли решение каждое утро делать зарядку. Встаете в 6 утра, в 7, тем, кто повезло, в 8, надеваете шорты или ничего не надеваете, и вы говорите, ну пора. А что вы потом себе говорите? Ну, рано вредно, лучше пойду этим займусь, и так далее, и так далее. Мы откладываем очень часто то, что собираемся сделать. У нас не получается. Как вы можете эту ситуацию исправить? Вы можете использовать технику, а зачем мне это? Как она работает? Эта техника работает следующим образом. Вы, когда решили что-то сделать, составьте список, зачем мне это нужно. Будь то личное, будь то корпоративное. Зачем мне это нужно? Когда-то я боролся с тем, что не занимался спортом и не делал зарядку каждое утро, и я составил все список, зачем мне это нужно делать. И решил, что это мне нужно делать для того, чтобы дольше прожить, чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, быть более активным, больше успевать. И в конце концов на свадьбе с сына не просто быть, а быть активным, танцевать и быть веселым. И в следующий раз, когда я встал, когда мне не хотелось, я рационализировал себя через выгоду, зачем мне это нужно сделать. Вот что вы можете сделать для того, чтобы у вас изменения произошли. Ну и последняя техника, давайте тоже ее разберем. Очень часто мы не начинаем. То есть мы говорим себе, нам нужно изменения. Ну, пример опять же из жизни. Очень долго я понимал, что мне нужно заняться английским языком. Я говорил, ну вот, Андрей, тебе нужно заняться английским языком. Давай, начинай. И не начинал. В этой ситуации вы можете использовать технологию, которая называется «Что?», как она работает. Вы берете и вот разбиваете путь до начала на максимально мелкие шаги. Когда говорить себе, окей, я сначала для того, чтобы начаться английским языком, найду себе преподавателя. А что я могу делать прямо сейчас? А прямо сейчас я со сцены могу встать и сказать, ребят, порекомендуйте, пожалуйста, преподавателя английского языка. Или, ребят, порекомендуйте, пожалуйста, платформу, где я могу учиться. Просто скажите мне, и мне будет полезно. Будет мой координат, если вы напишете, будет здорово. А я обещаю, что прямо сейчас туда напишу или зарегистрируюсь. То есть вы берете и разбиваете план до состояния, что я могу сделать прямо сейчас, и начинаете. То есть вы как столкача запускаете изменения своей жизни. Таким образом, вы можете, если вы хотите в современном мире менять что-то, то, ребят, вам нужно всего лишь сделать очень простые вещи. Первое — строить систему. Второе — непрерывно меняться. Третье — быть гибкими. И четвертое — помнить, что и вы человек, и люди, с которыми вы меняете, они тоже люди, и относиться к ним как к людям. Вот, ребят, моя презентация подходит к концу, и я всегда привожу такой простой опрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня узнал что-то полезное, что ему было бы неплохо применить дальше в жизни. Спасибо большое. Хочу поделиться с вами интересной статистикой. Как вы думаете, что эта цифра значит? Сколько людей применит? Понимаете, вот проблема современного бизнес-образования очень страшна. Мы ходим на обучение с целью узнать что-то новое. И очень часто выходит и спрашивает, ну как тебе? Ничего нового. Все то же самое. Слышал в прошлом год, ничего не поменялось. Дело в том, что мы идем не с правильным запросом на обучение, потому что мы уже все знаем. Вообще количество информации касаемо эффективности, управления, развития, оно одинаковое. Новое, ничего не появляется. Не появляется что-то новой технологии, типа, о, ну я теперь точно знаю. Не приезжает американский спикер, который говорит нам, как нужно жить, или как нужно что-то делать. Нет, мы все знаем. Дело в том, что мы не все делаем. И я рекомендовал бы вам, вот если бы сейчас был с утра, я бы сказал, ребята, у вас сегодня целый день, не ходите узнавать что-то новое, ходите вспоминать, что вы уже знаете, но не используйте, и было бы супер это начать. Я бы очень хотел, чтобы вы, каждый из вас, попал в эти 2%. Поэтому у меня для вас небольшое предложение. Ребята, у вас есть 72 часа, чтобы начать что-то делать. Если вы в течение 72 часов хотя бы одну технику не используете, не расскажете кому-нибудь, не обучите кого-то, то, скорее всего, вы точно мои 30 минут провели зря. А возможно, весь день здесь просидели. Все, что вы сегодня узнали у меня либо до этого, начните что-то делать. Начните что-то делать. И, возможно, вы попадете в эти 2%, и это изменит вашу жизнь. Хочу сказать вам спасибо большое. Если вам нужна эта презентация, вы легко можете написать мне в Facebook, ВКонтакте, в Instagram. Меня найти достаточно легко. Андрей Астанин. Либо можно зайти на мой сайт, там есть мои все координаты. Я пришлю вам презентацию и буду рад, если вы попадете в эти 2%. Спасибо. Аплодисменты, Андрей Астанин. Андрей, есть вопросы из зала? Сможете ответить? Да, конечно. У нас еще 2 минуты 13 секунд. Да, поехали. Пишут. Как быстро нужно проводить изменения? Например, смену мотивации сотрудников. Мой опыт говорит, если вы почувствовали, что вам нужно а. изменить систему мотивации, б. уволить человека. Ребята, это говорит мой 25-летний опыт в продажах и 15-летний опыт в управлении. То это нужно делать быстро. Все остальное — это поиск аргументов, зачем мне нужно делать. Дело в том, чем больше вы работаете, тем больше вам изнутри приходит подсказок, что нужно делать. Поэтому, если вам пришла такая мысль, что-то нужно менять, меняйте как можно быстрее. Это всего лишь эмпирический опыт мой личный, который за эти 15 лет не пришел. Поэтому меняйте быстро. Еще один вопрос конкретный достаточно. А метод Шичко с дневниками вы пробовали? Шичко с дневниками? Я не уверен, правильно ли я произношу. С дневниками. Истории с дневниками, их очень много. Есть самые разные дневники. Я могу сказать, что если у вас есть возможность вести дневники, введите их. Если я правильно понял вопрос, я могу сказать, что я попробовал дневник эмоций. Это очень крутая штука, когда ты регулярно записываешь свои эмоции. Ну, там, каждый час. Просто что я сейчас чувствую? Вообще очень круто. И начинаешь себя осознавать лучше и контролировать. Дневник благодарности я вел. Это когда ты каждый вечер записываешь кому-то сегодня, и за что благодарен. Вот если вы можете историю с записью вести, я крайне вам это рекомендую. Это сверхполезные техники. Но не введите их долго. Максимум полтора месяца. Потом вы, ну, просто уже эффект меньше, и вы себя просто, ну, немножко заплющите. Вот аккуратнее с этим. Но это супертехники. Андрей, еще один последний вопрос. Где можно подробнее посмотреть ваш доклад? Вы, в принципе, уже говорили об этом. И еще. Посоветуйте, пожалуйста, литературу про мотивацию и организацию работы внутри компании. Если кому-то интересно, я могу просто прислать список техник, которые я рекомендую. Тоже можно мне написать в Facebook, Instagram. Андрей, пришли список книг. Мы тебе, я вам вышлю. Это вот те, которые рекомендую там точно прочитать руководителям. И я еще пришлю несколько советов, как правильно читать книги. Если у вас будет время, просите, пожалуйста, книгу Сергея Поварнина, как читать книги. Она 48 листов, но она может изменить вашу жизнь. Потому что вы поймете, что до этого вы не читали книги, вы их просматривали. А чтение книг — это тоже технология, тоже достаточно полезная вещь. И забирайте из этого все. Поэтому с удовольствием список книг пришлю. Те, которые рекомендую руководителям читать для организации работы компании в разных направлениях. Андрей, у нас еще есть пара минут, поэтому позадаем вопросы еще. Что делать для повышения мотивации команды, кроме театра, например? Ну, первое, ребят, представьте себя на месте людей. И что бы вы хотели, что бы сделали вам? После этого сделайте им. Все очень просто. Просто думайте о них, как бы вы подняли их работоспособность. И не стесняйтесь пробовать. Я можно еще пример там расскажу. У каждого из нас бывают ситуации, когда твой коллектив просто в запаре. Когда люди не могут, ну, не то что поесть сходить, извиняюсь, в туалет не могут сходить. И в этот момент очень важно, чтобы руководитель создал для них условия, когда они могут работать эффективно, результативно. Я в таких ситуациях просто беру и кормлю людей. Не то, что я им пиццу заказал, типа, ребят, там пицца, пожалуйста, чай с пиццей и потом гастрит. Нет, я стараюсь, чтобы это было вкусно, эмоционально интересно. И я вот помню, что, ну, самое, наверное, классное, что я сделал, это было лето, был сезон клубники. Я пошел, купил клубнику, купил йогурт белорусский. Может, в Москве тоже белорусский йогурт продаются. Помыл клубнику, разложил, ну, оторвал эти штучки, разложил по мисочкам, залил сверху йогуртом и принес девочкам с ложками. Не то, что вот, девочки, клубника возьмите там на кухне, а взял, приготовил для них. И это их нормально поддержало, им было точно приятно, появилась энергия, что люди видят, руководство видит, что ты о них заботишься. Ну, и здесь просто вот так вот. Ребят, таких историй много, и уверен, что у вас они есть, и их нигде не пишут в книгах, их можете придумать лично вы, просто проявляя заботу о людях. Это очень ценно. Это люди очень ценят, когда вы о них заботитесь. Спасибо. Ваши аплодисменты, Андрей Астанин. Спасибо. Итак, извинения возможны, более того, они необходимы.